Только что мы закончили прямую трансляцию, где у нас было пять залов, из них два удаленно по городу. И сейчас мы расскажем, как мы это все делали. Меня зовут Денис Мищенко, я руководитель LV Production. Мы занимаемся стримами и производством видео и на этом канале делимся с вами, как мы это делаем. Я расскажу не только про успешные моменты, но и расскажу про наши фокапы небольшие, которые сегодня были, почему они случились и как мы их исправляли во время эфира. Какая перед нами стояла задача. Из-за ограничений с ковидом премия спортсмен года, которая проходит обычно в большом зале концертном, поделилась на пять частей, на пять небольших залов, чтобы соблюсти ограничения по количеству человек в одном зале. События в этих залах шли последовательно. Начинает первый зал минут 20-30, потом передает эстафету следующему залу, который находится в другом здании в городе. После этого мы возвращаемся на нашу основную локацию и так далее. На основной локации установлен SRT-мини-сервер и два других компьютера. С помощью VMIX отправляют на этот сервер SRT-поток. Мы его принимаем и из программы SRT-мини-сервер через INDI отправляем в VMIX. Что касается главной локации, мы разместили комп с VMIX примерно в середине относительно всех залов в здании. Каждый зал было проведено по два кабеля, при этом по одной камере стояла стационарно, а одна камера была переходящей. Тем самым мы сэкономили две камеры и двух операторов. В основной локации было проведено в основном SDI, но так как у нас задействованы были все SDI-провода, еще мы использовали витую пару для передачи HDMI потока. То есть мы пробросили две витые пары, потому что она намного дешевле, чем SDI. И конвертером HDMI-2 витая пара и обратно в HDMI, просто конец с камерой, как конвертер UTP в HDMI переносили из зала в зал. В общем, у нас получился такой симбиоз SDI и UTP. Что касается звука, мы вначале планировали звук завести в камеру через XLR от каждого пульта в каждом зале. Но когда мы начали подключаться, возникли проблемы с землей, то есть был фон, и поэтому мы брали длинный XLR-шнур порядка 30 метров и заводили сразу в нашу ПТС. Соответственно, три XLR-провода моно мы завели с помощью Zoom-A6. Ее использовали как аудиокарту. В чем преимущество? В том, что можно подключить сразу четыре, даже пять коннектов, они были у нас моно, и переключать, использовать один, второй, третий зал, когда он нам нужен был. Удаленные локации мы заводили с помощью SRT-протокола. Для этого использовали SRT-мини-сервер от Михаила Гранина. Как это работает? На основной ПТС-ке установлен SRT-мини-сервер. Мы стримим на него SRT-поток из VMIX удаленной площадки. Там стоят две камеры, и режиссер на той площадке собирает поток без титров, без графики и отправляет нам постоянно этот поток, режиссируя там переключение одной и второй камеры. Поток нам приходит, соответственно, SRT-мини-сервер, и с помощью NDI на этом же компьютере заходит VMIX. Когда мы переключаемся на удаленную площадку, мы ее прослушиваем и добавляем туда титры. Переходили из одной площадки в другую, мы с помощью заставки в 20 секунд. Мы ее включали два раза, это было связано с задержкой YouTube-потока. Дело в том, что когда у нас этот зал, например, в котором сейчас нахожусь, не стримил основной поток, когда здесь ничего не происходило, то люди, они просто, по сути, смотрели телевизор с обычную финальную YouTube-трансляцию прямо с YouTube. Соответственно, здесь сидел человек с ноутбуком, который отправлял на процессор экрана по HDMI либо графику, когда действие происходило здесь, либо сам поток YouTube просто включал YouTube, когда здесь никакого действия не было, они были в других залах, и мы просто смотрели, что происходит сейчас в других залах. Какие были недостатки? Вот то, что я уже упомянул, это задержка самого YouTube. Мы не выставляли маленькую задержку, работали по стандартной, это было порядка 30 секунд, и вот как раз-таки двойная заставка длительностью 2 по 20 секунд нужна была, чтобы дождаться этим залом вот эту задержку. Мы смотрим здесь YouTube с задержкой 30 секунд, на главный ПТС включаются две заставки, через 40 секунд здесь начинает работать ведущий. На самом деле такой эфир кажется простой снаружи, да, но по его проходу мы понимаем, что нам надо еще было больше репетиций и намного раньше стартовать сетапиться, потому что ну прогнать все эти мелочи, которые всплывают вот по ходу дела. Еще для нас новое было использование титров, когда у нас на протяжении всего мероприятия было порядка 80 титров, и мы их согласовывали и набивали прям в день мероприятия. Это очень удобно, когда у вас динамично меняется информация, и нужно быстро реагировать. Подготавливается Excel-документ, где в первой ячейке, в общем, основная надпись title, во второй description, описание. И мы подготовили пустую графическую анимашку, и с помощью title editor из Excel вытягивали информацию. И если что-то у нас менялось, мы могли быстро допечатать и удобно этим управлять. Давайте про команду, кто у нас был задействован, и кто чем занимался. В одном зале находилась один оператор постоянный и один человек за ноутбуком, который выпускал графику либо эфир. Дополнительный оператор переходил из зала в зал, что касается главной локации. В удаленной локации у нас работали оператор, который был за двумя камерами, общий, средний, и инженер, и он же режиссер, который заведовал ПТСкой, и еще выпускающий ассистент, который за ноутбуком перед экраном стоял, который выпускал либо графику, либо YouTube-трансляцию. За режиссерским пультом находился режиссер, который общался со всеми удаленными локациями и с этими залами по рации или по телефону. Он давал команду ассистенту режиссера, который непосредственно переключал камеры и выполнял работу мышкой конкретно по VMIX. Рядом был инженер, который в случае чего устранял неполадки, делал какие-то плановые работы по перестановке камер, оператор, который переходил из зала в зал, и я был в качестве режиссера, который следил за общей картиной, чтобы все было интересно, смотрибельно и правильно. Для нас это новый интересный опыт, и как показывает практика, каждый новый проект привносит что-то вот новенькое, которое мы еще никогда не пробовали. Такой формат точно будет развиваться в будущем, когда у нас есть и оффлайн, и онлайн, и несколько площадок соединены онлайном, но проходят в оффлайне. Смотрите, у нас осталось еще два видео, которые мы не выложили, это про форум, который мы проводили параллельно в 12 залах, и про наш форум по видеопроизводству VDMK, который мы делали полностью онлайн из студии. Мы их обязательно опубликуем, смонтируем, но хотим напроситься на 150 лайков для того, чтобы сделать это быстрее. Поэтому, если, наверное, вам не трудно, ставьте палец вверх, можно палец вниз, и мы тогда выложим те видео, которые у нас завалялись в архиве, и будем стараться это делать регулярно. На этом канале выходят видео обзоры прямых трансляций, они находятся в отдельном плейлисте, а также много разных видео обучающих про видеопродакшн и заработок с помощью видео.